День с толком 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 500, ну, 1145, значит, эта работа у вас четкая, внятная и понятная, раз этим занимается. Также отметили, похоже, что нигде в России больше так не используются молодежные патриотические квесты, а между тем эта форма очень популярна среди молодежи. Отметили то, насколько эффективно в крае действует фон Шаманова, защитники Отечества, реализуя множество проектов, в том числе встречи с выдающимися личностями. Ежегодно на протяжении нескольких лет совместно с Российской ассоциацией героев проводится вахта героев. Это когда легендарные военачальники, герои России, Советского Союза, космонавты встречаются со школьниками, кадетами и студентами. Кроме того, отметили, что Барнаул стал первым городом страны, где появилась аллея памяти легендарной шестой роты. Депутат уверен, Алтай должен и обязательно станет примером для всей страны. Особенно в год 75-летия Великой Победы, когда во всех регионах усиленно ищут новые формы для патриотического воспитания молодежи. Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком. В Барнауле стартовал конкурс «Учитель года Алтая-2020». В этом году за победу в профессиональном конкурсе будут бороться 24 педагога. Это замечательное событие, меняется опытом. Тем более того, в этом году конкурс является юбилейным. Будет много интересных гостей и будет возможность с ними пообщаться и поработать. Я полна энергии, я проснулась и потом с этими эмоциями я вернусь в школу, чтобы преподавать и донести это до детей. Сегодня участники будут презентовать себя и свои педагогические наработки комиссии конкурса. Завтра самый ответственный день – открытые уроки с детьми, которых педагоги видят впервые. Кроме того, участники посетят мастер-классы и круглый стол. Победителя 30-го юбилейного конкурса назовут в пятницу. Скоро он придет и в Барнаул. И речь пока не о коронавирусе. Весь мир охватила сумасшедшая унофикация. Это флешмоб российской группы Little Big. Танец стал знаменит после клипа группы Little Big, которая в этом году представит Россию на Евровидении в Нидерландах. Видео появилось три дня назад, но уже успело набрать 23 миллиона просмотров на YouTube. По традиции, движения группы тут же стали вирусными, а танец понравился и за рубежом. Кстати, некоторым зрителям даже больше, чем сама группа, понравился танцор в клипе «Наш земляк». Участник проекта «Танцы на ТНТ» актер Дмитрий Красилов. В соцсетях его уже окрестили пухляшом и требуют его появления на Евровидении вместе с Little Big. Сам Дмитрий свое возможное появление на международном конкурсе пока не комментирует. Little Big, моя душа с вами всегда. И поэтому, если вы чисто случайно захотите, чтобы я поехал с вами на Евровидении, у вас есть мои контакты, вы можете писать, звонить, что хотите делать. А пока группа думает, россияне создают петицию, чтобы Дмитрий Красилов тоже представил честь России на Евровидении. Получится ли? Ведь по правилам конкурса на сцене должно быть не более шести артистов. Пока неизвестно. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи.